Банда, всем привет! Продолжение той истории с Эльхомом вы увидите совсем скоро, мы уже с ним переговорили и материал уже достаточно, чтобы показать вам, но мы не успеваем смонтировать в связи с тем, что мы с Валеркой, с Ромой, с Толяном уже готовим на завтра, бронируем отель и уже заказали билеты и утром выдвигаемся в Москву на очередной Валеркин бой. Валерка будет участвовать в гран-при, где за победу главный приз будет квартира в Москве, на самом деле это кучерявая история, я думаю, что всем понравится, я постараюсь по максимуму заснять, чтобы потом вам все это показать, ну как обычно. Ну а сейчас вы увидите ролик, который все так долго ждали, все так долго просили, на самом деле ваши, так сказать, комментарии мы все читаем и ваше мнение тоже уважаем, поэтому будет интересный ролик, оцените его по достоинству. И да, кстати, совсем забыл, у меня же для Валерки есть еще один небольшой подарочек. Так, тут ценнички, не ценнички. Лови. О, ничего себе. И еще кофточка, лови. Все нормально. Нормально, да? Это тебе, короче, подарок от спонсора, тут себя приклеил Радмир Геймс, ну-ка повернись. Что, как пацаны? Вообще бомбы. Зачет машина, ладно, на самом деле в этой форме он будет выступать и, блин, честно, будет классно. Я не могу сказать, какое сегодня число, но знайте, что сегодня середина февраля, примерно, первой половины февраля, и когда вы увидите ролик, я даже сам не могу вам ответить, но вы его обязательно увидите и обязательно зацените. Ну а так, сейчас ролик, который все много ждали. Приятного просмотра, мы начинаем. Ну что, ребят, всем привет, вы на канале Джоникс, теперь это мой канал, машина тоже моя, Женю вы больше не увидите. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, на самом деле он шутит, на самом деле будет сегодня прикольный, крутой ролик, но все, с самого начала и поподробнее. Друзья, всем привет, не обращайте на наш внешний вид, раннее утро, раннее морозное утро, минус 12,5, но по ощущениям все минус 20. Сейчас по многочисленным вашим просьбам, комментариям и лайкам я решил снять видео про Шадрика. Целый день с Шадриком, может быть оно так и будет называться. Я вчера ему вечером позвонил, сказал, что я утром приеду, но он так и не понял зачем. И хочу ему целый день уделить, с ним покататься, ему программу какую-нибудь устроить, чтобы он не грустил, не скучал в это зимнее время, холодное. А что из этого получится, я даже сам не знаю, но вместе с вами на это и посмотрим. Дорог чё, спишь? Нет. А чё делаешь? Ну чё, собираешься. Хорош. Чё, как взял? За пути хуй. Ну собирайся, собирайся чё, сильно долго затягивай. Чё там, телек работает? Да. Хорош, чё смотришь? Пятый этап, отпуск, а на ней нет. Нифига ты, всё уже знаешь, соображаешь. Ну чисто у тебя тут нормально. Сам убираешься? Да, конечно. Может соседка какая? Нет, сам. Сам. Лохматый Маугли, надо это исправить. Да. Или под такой мороз не надо? Да, нет. Надо бы, да? Не, ну мороз жёсткий на самом деле. Ну да. Мороз. Как на работе дела? Нормально. Хорошо. Погнали. Где ты такую шапку нашёл? Эта шапку? Сейчас захочешь, захочешь такую, не купишь нигде. Нет, такую шапку я. Сейчас поедем заправимся, а то пока стоял, грелся, уже бензин кончился. А на газ в такой мороз не переключается. Чё хотел, смотри. Людям очень много писали, да, в комментариях. Ну ты и сам, может, видел, телефон есть, смотришь на ролике, что, ну, много людей хочет видеть. Тебя узнать, там, чё с тобой, как дела, как живёшь и так далее. Вот я решил, что выходной есть, уделить тебе времени. Потому что у меня какая-то тоже определённая обязанность есть. Ну и ты бы расскажешь, чё вообще, как живётся, как чё делается. Может, какие планы дальше? Ну, живу хорошо, работа, дом, не ухожу гулять вообще. Почему? Ну, зимой, потому что холодно, не особо люблю. Глядь зимой, да. Ну, ну, да, всё правильно, до весны лучше. Лучше, да, да, с вами работа. С работы домой я шёл, приготовил, покушал, посиделил. Ну, так то, что зарабатываешь на жизнь, хватает? Ну, чуть-чуть просто не хватает, но разберёмся. Разберёмся. Хорошо. Ну, да, так не разгуляешься, конечно, хоть зима, хоть лето. Ну, да. Так что, может, пока просто работа не очень, да, в таких холодах? Да, зимой сейчас не особо едут мыться. Сезон будет, наверное, получше будет. Да, будет, сезон будет немного побольше зарплата. Ну, да, да, да. А сегодня я так, ну, я тебе позвонил, спросил выходной, да? Да, да. Один день, да, в неделю выходной? Да. Ну, ясно. Ну, сегодня попробуем его, так сказать, провести с пользой. Не возле телевизора, а с пользой провести. Хорошо? Да. На улице невозможно находиться, просто невозможно, уже 13 показывать. Но я думаю, холоднее, на заправке горят, минус 16. Просто, чтобы вы понимали, с нашим климатом, минус 16 при максимальном, какой-то повышенной влажности в стране, ну, там море, там заливы и так далее, у нас чувствуется, как все 32, условно говоря. То есть, если в Сибири где-то 40, там не так сильно чувствуется, как у нас, минус, допустим, 16. У нас такие редкие морозы, но хорошо, что машина заливась, да? Да. Потому что Шадрик говорит, у него там на работе машины оставляют, потому что они тупо утром не заводятся. Дизеля прихватывает у многих, и все, не заводится. Так, время у нас сколько? Сейчас. Я уже позвонил записаться, нам с тобой постричься. Мы сейчас постригемся, чтобы сразу этот вопрос закрыть и придумаем, что-нибудь замутим, окей? Да. Да-да-да, нормально, нормально. Четкий, да? Четкий, да? Ты уже все знаешь? Где что? Чистый. Угу. Блин, короче, мы записались на пострижку где-то минут через 15, поэтому есть чайку попить, согреться, и пострижемся оба. Я даже глушить не буду, полчаса пусть стоит греется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот и все. Красивый. Теперь что, по девчонкам? Поехали. А кто тебе в основном стрик? Соседи? В основном вот просто машинку взял у соседей под носа. Сам себя? Все, друзья. Жестко. Одевайся, что, погнали? Так, все у нас. Но? Вечером, если только увидят. Кошапку, капюшон не одевай, чтобы не портится, такую прическу. Так я иду. Но все, он сейчас в машину, он там греется. Все, Настя, спасибо. Пожалуйста. Сам-то что скажешь по своей стрижке? Ты смотрел на себя в зеркало? Я смотрел, и непривычно. Непривычно? Непривычно, конечно. Никогда так не постригался, постригался постоянно. Ты чувствуешь себя, наверное, по-другому? Ну, естественно. Ну, блин, в этом вся и фишка. Я думаю, что пришло время тебе дать прокатиться. На самом деле, без тестов все было высоко, да? Заводи. Заводи. Да. Смелее, смелее. Главное, да? Ну, да, да, ничего страшного. Тут стоит на парковке. Давай, давай, руки трясутся. Отпускай. Отпускай. Ага. Все. Нажимай на тормоз. Да. И вон там, Д. Так, Д. Да, 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 да. Да не трясись, братуха, нормально все будет. Так, да. Короче, пока только тормозом работай, газом не работаешь. Отпускай тормоз, машина поедет. Страшно. Можно без машины остаться, а то он как-то тут разочек. Разочек с Мерседесом он тут, конечно. Ну, вы сами помните, что-то было с Мерседесом. В Донере сидит такой. Серьезный, да, бизнесмен. Серьезный бизнесмен. Короче, лайв, какой-то лайв-контент, не знаю, хорошее настроение. Без линзы, без подсъемов, без фильмов. Серьезный такой гражданин. Можно его и отпустить, как бы. Может он и въехать. Представляете, он сейчас уедет и намотает деньгелик на столб. Это будет фиаско, конечно. Да, езжай-то. О, давай-давай. О, хорош. Может, чуть-чуть побыстрее. Главное, главное, если что, газ просто отпускает, и все, хорошо? Все, можешь чуть-чуть газку дать. Вот он. Ставик на гелике. Так, ладно, надо к нему запрыгнуть. Стой, братан, стой, стой. О, хорошее, а то собрался без меня. Погнали потихоньку, не спеша. Я понял, я чисто отпускаю тормоз. Да, чисто отпускаешь тормоз. Понимаешь, где там чего. Дороги не общего пользования. Никого здесь нет. Да куда хочешь, хочешь туда, хочешь туда. Ну, давай, чуть-чуть газку можно дать. Смелее. Ты же на кабане уже ездил. На гелике первый раз, честно? Да. Все. Чтобы никто не думал, что он тренировался. На самом деле, он при вас сел первый раз, и при мне. Ну, уже получается. Фух, холодильник. Сколько там уже? Один с половиной градусов, но... Один с половиной, да? Да. А по факту больше. Так, что там? Давай чуть побыстрее. О-о-о. О-о. Кто помнит, площадка, где постоянно дрифтим. И давай туда, по кругу. Что, рассказывай, ощущения? Тебе до сих пор колбасит, да? Ощущения, да, у меня колбасит. И чуть-чуть, конечно, неудобно, потому что я не подрегулировал сиденье. А, ну, что поделать? Оно, честно говоря, не очень регулируется у нас там. Ну, как бы я достаю до педаля. Ну, да, и до руля. Да, 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 и обзор. Нормальный обзор? Да, да, да. По зеркалам все видишь, да? Да, чуть-чуть газку. Нормально? Да. По кайфу на пятилитровом гелике. Шадрик тут. Так, сейчас мне надо домой заскочить. Штаны поменять, потому что чаем облился. Эх. Ну, смотри, еще давай пару кружков. Смело можешь наворачивать. Притормаживаешь? Ну, правильно, правильно. Знаешь, где. Где газ, где тормоз. Объяснил ему. Ну, кто помнит, он ее на 124-м пятаке крутил. И причем вон в том месте он улетел тогда. И уехал прямо вот отсюда, вот туда в канаву. Ага. На кабане он как-то на том, который с тем опером. Ну, тоже кто, если помнит. И, кстати, на самом деле, напишите комментарий под этим видосом. Вот Шадрику тоже будет приятно. Мы вместе с ним почитаем. Что вы вообще думаете? Какая тачка ему идет? Кстати, мы бы хотели бы на BMW, а то и подрифтить бы. Но там колеса все задние спустили. Мы что-то их стерли. Ну, так получилось. Если кто-то не видел в ТикТоке, Джоникс Оригинал, я там показывал. Ну, а так, большая просьба. Если есть желание, напишите, пожалуйста, комментарий про Шадрика. Что ему идет? Какая ему тачка идет? И, может быть, мы когда-нибудь, реально, когда-нибудь, мы обязательно, может быть, ему купим тачку. Но это точно будет после того, как у него появятся права. А так, ну, не очень было бы справедливо дарить машину человеку, у которого нет опыта в этом деле. Ну, это минимум небезопасно. А рисковать, как бы, ну, смысла нет. Кайфуешь? Ну, да. А что, нет? Короче, такая практика. Ну, все равно, что-то, ну, полегче уже, как бы, посмелее? Конечно, да. Ну, все. Как тебе тачка? Вообще огонь, я бы себе такую взял. Взял бы такую? Естественно. Хорошо. Покататься, взять такую машину. Покататься. Да, на пути днем надо. Это хорошо. Так, ладно, давай сгоняем на 5 минут домой, попьем чай и выдвинемся на сторону Калининграда. Ну, да. Окей? Думаю, да. Ну, все. Все, газуй. На поворот. Газуй. Ничего страшного. А на кнопочку там нажми. Да, вон моргает. И всегда смотри на этот, а то ты пока там думал, да. Так, ну, все, на паркинг. Ага. Все, можешь выходить. Ух. Я тебя даже не заметил, где-то обижал. Так, ну что, банды, залетели домой попить чаю, поесть вкусных блинчиков, кстати. У кого еще осталась елка в феврале, напишите в комментариях, один ли я такой. Так, ну а здесь, смотрите, как обычно, по традиции, я бы хотел вам рассказать, чем мы занимаемся, вот этот нефиг делать. Я сейчас Шадрику предложил создать нового персонажа, как вы поняли, Радмир, Криминальная Россия. Да, смотри, вот здесь, мышкой наведи, вот сверху имя. Да, вот здесь ты можешь писать шатрик, поэтому можешь, да, буквы, буквы. Понял, да, где, какие буквы? Нет. Давай-ка, переключу. Да, ну вот, ага. Так, это имя. Так, ну и после того, как мы зарегистрировались, нам срочно нужно идти искать работу, потому что у нас всего лишь 300 баксов. Вот смотри, вот на карте мотоцикл, повернись направо. Вот, беги, вон туда, примерно беги, вон мужичок стоит, к нему беги. Так, вот здесь нажимай кнопочку Е, и вот самый дешевый, бери за сотку, мало ли у нас что-то не получится. Ага, и все, на этом скутере ты должен доехать до первой работы на карте. Я тебе сейчас расскажу, пока в карте не вникай, пока прямо и налево. То есть, чтобы заработать первые деньги, вам нужно добраться до первой любой работы, которая начинается с первого уровня. Там потихоньку вы наберете энную сумму денег, поднимете свой левел, и, соответственно, у вас будет другая работа, более оплачиваемая и более, так сказать, интересная. Так, сейчас шатрик едет на стройку. Да, тут, как видите, ну-ка, посмотри, Лада стоит, Самара. В криминальной России затонирован наглухо, может, пацаны рэкетом приехали заниматься на стройку. Так, все, доезжай до прораба, ну и все, на карте красная точка, и ты будешь начинать, соответственно, искать работу свою. Ну, сейчас у шатрик чуть заработает денег, посмотрим, что из этого получится. Если вы захотите, найдете в игре меня и найдете в игре шатрика. Ссылку на эту игру, как всегда, я оставляю в описании. Выскачивайте, устанавливайте и получайте удовольствие вместе с нами. Ну, а мы продолжаем. Шатрик будет дальше работать на стройке. Ну что, чай попили, вроде подсогрелись немножко дома, сейчас будем выезжать в сторону Калининграда. Вы уже, наверное, знак этот все знаете, 47 километров. Планов абсолютно нет никаких. Приедем в Калининград и решим, чем себя занять, правильно? Я думаю, мы всегда можем чем себя занять. Так что, едем вперед развлекаться. Торговый дом строителей. Сейчас, короче, отправлю тебя здесь на работу, будешь строителем. Так что, это был большой, грандиозный обман. Так что, ты понял, да? Или у тебя есть другие подозрения? Нет. Нету пока. Нету, блядь, подозрения на работу. Поверните направо, а затем поверните налево. Эмоции лучше. О, заметил, написал. Эмоции лучше подарок. Подарок, да. Кто помнит, мы, когда летали на самолете, я еще ходил, договаривался, может быть, типа, с парашютом можно, нельзя там прыгнуть. Но сказали, нельзя. Ну, а здесь, в принципе, говорят, что нереально круто. Сам не пробовал, но есть, я думаю, кто попробует. О, она стоит. О, точно. Здрасте. Здрасте. У вас здесь съемка не запрещена? Отлично. Ну, хотели бы полетать. Ну. У нас, во-первых, по запись, которые по погодным условиям все полеты сейчас обменялись. Вот компания Аэротруба Атмосфера. То есть, хочешь полетать, перехочешь, называется. Да, бред полный, конечно. Они, по каким-то парам. Короче, они, типа, не летают, надо по записи там, короче. Вот вам и лучший подарок, эмоции. Так что. Ладно, не расстраиваемся. Я сейчас в интернете посмотрел, еще одну интересную фишку нашел. Я думаю, понравится. Может, и ты, и я посмотрим по обстановке. Как она сам. Опять же, блин, Шадык, наверное, уже попробовал больше меня. На этом самолете сам не летал, которым когда-то летал. Сейчас хотел его в трубу отправить. Сам тоже не летал, блин. У меня просто интересно смотреть, как люди получают удовольствие от таких, блин, интересных. Хотя, надо, может, и чаще самому выбираться и развиваться. Правильно? Да. Есть интересное место летим. Через 100 метров приезжайте сюда. А мы уже приехали, не надо нам разворачиваться. Что, помчали? Да. Давай. Хорошо, что ему не в каток. Нормально. Отлично. Ну, мы бы хотели бы, ну, что-то там сделать первый раз. Поиграть? Да. Снимай маску. У вас твой? Да. А есть выбор, куда посмотреть, что вообще? Игра? Ну, да. Вот. Ага. То есть, головоломка, но она сразу, говорю, она прям очень спокойная. А мы, честно говоря, не... Ну, некрасиво. Ну, я так и думаю, что нужно поорать, прям поматериться. Ну, было... Посмотрим. Материться с 1 февраля в соцсетях запретили, так что придется запики... В соцсетях, наверное. Запикивать. А, ну... Ну, можете потом запикивать, да. Окей. Так, что еще у вас? Она сейчас... Ну, дальше, да, продолжится? Да. То есть сейчас, насколько я знаю, должно быть... Хорошо, ты смотри, выбирай, я понял, что скажешь, что... Это шутер. Рук против друга, но так как вы будете вдвоем, вам будет играть с ней интересно. Согласен. Потому что там безумно огромная арена, вот, вы телепортируетесь с платформы на платформы, ищете друг друга, находите, убиваете, чем чаще вы друг друга убиваете, тем больше зарабатываете денег. Ну, это тоже неинтересно, сложно. А то мне придется кого-то казнить постоянно. Сходится в итоге к одному. К зомби-апокалипсу. К зомби-апокалипсу. Где-то это слышал. Да. Я надеюсь, мне очки придется снять, да, очки. Ну, посмотрим, сейчас узнаем, ты же не первый в очках, без очков. А, да, очки нужно придется снять. Ну, это... Ну, ничего страшного. Ты тогда очки положи, наверное, в куртку, да? Да, да. Ну, это, как думаете, проблем не составить ему, что без очков он там? Возьмите меня? Ну, да. Нет. Хорошо. Запоминай, запоминай, будешь рассказывать. Все ясно. В текстурах не застреваете, и прыгать можно упасть. То есть ты сильно не прыгай, потому что надо будет отличать реальность от нереальности. Не ломайте реальность. Бег может закончиться стеной. Понял. Что, без очков уже, да? Не то пальто. Как ты жил-то без очков-то всю жизнь? Ну, она говорит, видишь, сейчас без очков ничего страшного. Там близко, близко очень, поэтому привыкнешь. Патроны бесконечные, перезарядка автоматическая. Но дабы сэкономить какое-то время, которого будет не так уж и много, нажимаете вот на этот стик под большим пальцем. Я думаю, иногда перезарядка все-таки будет нужна. А, ну-ка, кстати, а это уже нельзя, там, а не знаю. Что, давайте перезарядку. А, ее нету. А, есть. Давайте перезарядку. Субтитры подогнал «Симон» 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 «После такого замеса, конечно…» «Я так понял, первая из трех…» «Вот это было первое из трех?» «В следующий раз, если прийти, можно второе, правильно?» «Да» «Ну и после второго, по логике, третье, да» «А по интересу или по графике, ничем не отличается» «Анвио, это калининградская или всемирная?» «Всемирная, да» «Ну да, пока по России» «Ну вот так, если что, юбилейный 18, рекомендуем» «Да, классно?» «Да» «Всё, спасибо!» «Всего доброго!» «Всего доброго!» «Надо ещё куда-нибудь покушать сгонять» «И подумать, что делать дальше» «Так, у меня предложение вот сюда сходить поховать» «Чё ты как?» «Точно» «Вот чё некто» «Нам нужно» «Чё некто» «Я думаю, интересно» «Ага, согласен» «Суще, пуще» «Залетай» «Просто я вообще кайфую, когда я ставлю тачку там, где, допустим, ну сижу, чтобы я не думал, там, знаешь, кто-то притёрся, не притёрся, что там будет» «Мало ли, тут может сэвакуировать могут, так что» «Сейчас что-нибудь вкусненького закажем» «Ну как тебе?» «Это не крапива, не переживай» «Это, короче, водоросли» «Хрен знает, какое название» «У меня острые водоросли, а у тебя обычные» «С сыром» «Как, необычный вкус?» «Да, вкусный» «Прикольно, да?» «Ну, я знал, что тебе понравится» «Ладно, сейчас уж принесут» «Выглядит неплохо» «Выглядит вкусно» «Выглядит вкусно» «Выглядит вкусно» «Я хочу посмотреть, как ты бы с палочками есть» «Нет, другими, соседскими» «Так, а где у нас наш соевый?» «Наверно, вот здесь» «Чего?» «Ну, уже держишь, уже неплохо» «Давай, давай, братан» «Давай, давай, братан» «Учись, учись, еще раз учись, как завещал великий вождь» «Ну, вообще, как бы, не знаю, попробуй» «Давай, давай, нет, давай, давай, давай» «Телёвие мне нужно так просто» «Чего ты не украл?» «М-м, попробуй, один возьми, вообще, вот возьми, палец» «А одну зафиксирую между большим пальцем, вот, у меня вообще есть шельца» «Шельца только одна» «Вот, не через этот палец» «Всё, вот здесь буква А, видишь» «всё» «Вот это же, вот сюда еще, на этот же палец, смотри» «Вот это», «Да» «Во-от», «Инапреди две», «Одним пальцем на другую, на другую на три» «Ну, надо подучиться» «Подожди, давай, давай» Они, вот, вообще, просто, вот, смотри, езжу держу. О, уже. Давай, давай, давай. Это, помнишь, как в фильме, в этом, когда это, там, Тарантино? Когда она рисом ела. Пал, вот, хочешь езжать, ты ешь палочками. Руками не взял, не взял. Да, да, да. Блин, она еще и двойная, блин. Ну-ка. Хорош, поздравляю. Давай, если много надо было капнуть, ну, ладно. В следующий раз капнешь. Или так. Чик-чик-чик. Пойдет? Поедет. Вот, смотри, вот эту штуку зеленую еще накидывай, по чуть-чуть. Не волнует, это еще вассаби. Это вассаби. Фильм смотрел, такой вассаби? Я смотрел, но я вассаби дед. Ну, блин, а плохо. Вассаби полезно. Нет, где-то, у нас вассаби острая. Ну, острая, да? У тебя что, желудок больной? Или просто болит живот, когда ешь? Ну, ладно, тогда не надо. Так, ну, что, приятного аппетита. Я тоже. Похалываем. Я устал смотреть, как он мучается. Держи. Потом, наверное, блин, хочет покушать, а не может. Ну, ладно. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Дай бог, почаще будешь так залетать. О, а с вилочкой нормально сразу? Хорош. Нет. Ладно, что, кушаем? Я тоже понравился. Обожрался. Обожрался? Ну, конечно. Так, выбирай словечки. Обожрался он. Так. Ну. С кино можно досгонять. Ну, да. Все посмотрим, если есть что-нибудь интересное, и нам по времени то, что нет-то. Правильно? Да. Это опера. Кто знает, что за опера, напишите в комментариях. Или кто помнит. Все-таки чужие правила решили соблюдать. И всем советуем. Надо маски? Значит, надо. А так, что сейчас? Посмотрели афишу. В торговом центре кинотеатра хороший есть. Выберем щакинчик какой-нибудь. По времени укладываемся. Я думаю, посмотрим, да? Посидим, покайфуем. Передохнем. Здрасте. Добрый день. На вон на 16.32 билетика. Сделай свободно, выбирай. Ага, смотри. Наверное, ряд. Пятый ряд. Ой, как вы близко хотите в таком громадном зале. А вы знаете что? Вы нам подскажите, где хорошие места. Пятый ряд. Возьмите 9-й ряд. 19-е, 20-го. Отлично будет. Давайте. Бонусной карты нет? Нет, безналичной. Башки на битке ничего не хотите. Нет, спасибо. Или попкормку будешь? Топ, попкормку. Давайте попкормку. В соленой фирме карамельный фруктовый микс. Соленый или сладкий? Сладкий. И маленький соленый. Маленький соленый. Ага. Вот человек. Зубов половины нет, а он карамельный. Ну и правильно. Показываем, как не надо делать. Что не надо заказывать. Пожалуйста. Спасибо. Ага. Конечно. Что это такое? Не обращайте внимания. Да? Смотрим, смотрим, где лучше. И рекомендуем другим. А где хуже, не рекомендуем. Пожалуйста. Спасибо. Нам всегда? Нет, нам всегда. Ага. Что надеетесь? Людей вас понравится. Мы тоже так надеемся, честное слово. Нет. Спасибо. Опа. Так. Ряд девятый, если не ошибаюсь. Ряд девятый, место девятнадцать. Под ноги внимательно смотри. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остановить не сможем Ничего не спасешь А люди погибнут Короче, вы меня сюда позвали Чтобы я типа с вами полетел Пожар увидел Понял, что профессия-то цыганьком, да? Типа обжегся и домой свалил? Так что ли? То, что тебе страшно, это видно Алло, Ром! А если там все нормально, я туда башки отправлю Кто за это ответит? Я, если больше некому Если они для вас не свои То кто тогда? Вывозим всех по дороге Дорога в огне! Еще нормально будет Обещаю Еще ниже! Давай, давай! Давай! Субтитры создавал DimaTorzok Да, честно говоря, я думал Не получу сегодня никакого удовольствия Но, честно говоря, я охренел Мы сейчас посмотрели фильм новый Называется «Огонь» Этот фильм про настоящих героев Не про ту чепуху, которую сейчас втирают детям Дичь Никогда Особо никому ничего не рекомендую И не советую Но Если вы его посмотрите Вы меня вспомните И Я вам обещаю, что вы охренеете Вышли мы, конечно, под впечатлением С кино Вообще не думал, не гадал Даже я не знал об этом Таком фильме Но, блин, на самом деле Хорошо, что вот так все получилось Я посмотрел этот фильм Получил удовольствие Блин, ну Давно такого не получал Давно таких фильмов Не смотрел, не смотрел на то, что он отечественный Согласен? Да, тоже фильм понравился Интересный Интересный Так как я очень Там, наверное, на улице Что, есть какие еще предложения? Я, честно говоря, уже не знаю Само Приложения, да Потому что время Ну да, время уже Время уже довольно-таки Приличное Сейчас посмотрим Если ничего интересного не найдем Может, вы выдвинете в сторону города Ну, а так К вам обращение Не знаю Получился ли ролик Интересный То есть на сегодняшний день Даже в будущем числе Получится ли этот ролик Нормальный Я даже не знаю Смонтирую Сами посмотрите Оцените Ну и в комментариях Напишите Стоит ли такие ролики делать Нужно ли такие Или что-то добавить Или что-то убавить Вот просто хочется Ваше мнение В комментариях услышать Ну, естественно Если вдруг Вам понравилось Можете так же Лайк написать Нам подписаться Ну, по желанию Ну, а так Надеюсь Шадрик сегодня Получил удовольствие Я получил удовольствие Выходной провел Вообще И надеюсь И вы получили удовольствие С этим роликом Посмотримся По городу Покатаемся Если что-нибудь Интересно будет Заснимем Ну, а так Не прощаемся Говорим До свидания До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok